Всем привет, с вами Диктофон и сегодня поиграем в игру под названием Blunt D6. И в этой серии я буду проходить испытания от зрителя. Само испытание вы увидите на экране, спасибо большое за то, что его предложили, очень на самом деле интересное. А суть его заключается в том, что я вам даже наглядно покажу. Так это то, что за один раунд я могу прокачать всего одну прокачку для любой из обезьян. После того, как я прокачаю обезьяну полностью до какой-то ветки, через раунд я ее буду обязан продать и также я должен играть на карте с ограничением половины денег. Как бы звучит на самом деле сложновато, поэтому я надеюсь, что мы справимся. У нас есть Benjamin, у нас есть одна бесплатная обезьяна с дротиками, то что нам надо. То есть вот так вот мы ее поставим. И что я хочу сделать? Я хочу поставить шпилькомет. Знаете, вот сразу же вот сюда вот попробовать поставить. И еще мы ни разу не прокачивали, поэтому давайте прокачаем один раз. Ну, сейчас у нас, конечно, больше нет денег. И даже если бы они были, мы уже как бы не имеем права что-либо прокачивать. Я надеюсь, что нам шпилькомет поможет. Как бы немного страшно по этому поводу. Так, ой, сколько синих шаров-то много. Но тут мы, наверное, пропустим чуть-чуть. Один шар. Ну, хотя бы один шар. Знаете, это уже не так страшно. Так, давайте тут скорострельность мы вкачаем. Это было на пятом раунде. То есть в следующий раз мы уже на следующем можем. Так. Наверное, еще больше шпилек сейчас будем копить. Блин, уже зеленый. О, уничтожили. Тогда это радует. Так, еще больше шпилек есть. Вот сверхскорострельность это тоже то, что нам надо. Прям очень важная для нас прокачка. Надеюсь, что у нас получится. Потому что с ней уже мы будем спокойно защищаться. Первый раунд, так это уж точно. Так. Смотрим. Еще, я так думаю, что в скором времени у нас из-за того, что как бы не так много всего, не так много прокачек мы можем сделать. Денег вообще практически нет. И такие довольно-таки медленные обезьяны если что, может быть, попробуем вставить клеймечка где-нибудь сюда. Что мы как раз таки клеем закидывал. Правда, я не знаю на самом деле, стоит ли это того. Так, сверхскорострельность у нас теперь есть. Потому что вдруг пока он будет шарой проходить вот это вот кольцо, они это идут отклеить, здесь опять ускорятся. И странно. Хотя у нас сейчас как бы шпильками вот эта главная такая защита идет. Идет. И ведь посмотрите, нормально пока идем. Может быть, покупим денег немного. Посмотрим, что-то как. Если что, потом будем прокачивать нашу бен с дротиками. Единственное, что самое как бы опасное для нас, так это то, что мы по одной прокачке за раунд всего лишь можем сделать. Так что, если мы где-то ошибимся, где-то у нас будет проблема, то мы с его одной прокачкой можем что-либо изменить. И это пугает. Поэтому надо быть внимательным в этом плане. И вот я сейчас даже не знаю, копить ли нам на Бенджамина или на Обезьяну Мага, чтобы потом поставить Огненную Стену. Так. Ну, вроде бы пока что проходим, к счастью, на удивление. Так. Вот сюда я даже поставлю Огненную Стену, точнее, пока что Обычного Мага. Пока он хоть как-то вот тут стреляет, хоть какой-то урон наносит. Неплохой, кстати, все равно. К счастью. Пятнадцатый раунд и дела у нас обстоят нормально. Ой, только вот сказала, вот посмотрите, какие тут у нас пошли шары быстрые. Решили нам сразу же жизнь усложнить. Так, давайте Огненный Шар прокачаем. И вот первые как раз такие пролеты у нас пошли. Это еще не так страшно, конечно, не так много. Но все же обидно, знаете, вот. И может быть мы сейчас будем купить на Огненную Стену? На 24 раунде у нас пойдет первый камуфляж, и это будет всего минус 3 хп. А 3 хп это не так критично. Огненная Стена нас прям будет спасать очень сильно, с учетом того, что мы потом прокачаем, ну, на нижнюю линию, на 2. И тогда у нас будет, она еще и с камуфляжем справляться спокойно и наносить просто тонну урона. Сложно, на самом деле. Очень много всего нам надо. Сколько желтых шаров. Так я рад, что пока что наш пилькомет достойно справляется. Реально, вот немного проходит. Ну да ладно. То есть главное, что в основном она всех забирает. Только я сказала, что так много прошло. Так, давайте чуть-чуть-чуть. Огненная Стена есть. Теперь я чувствую себя довольнее. Так. Давайте мы прокачаем быстрые выстрелы. В следующем, 26 раунде прокачаем дальнобойные дротики. Ага, пипец. Офигеть. Не, давайте лучше шпилькострел прокачаем. Что-то мне вообще это не понравилось. Это было максимально ужасно. Так. Ну, скоро нас ждет свинец. Свинцу мы готовы. Так. К счастью, у нас тут Макс со стеной. Никого не пропустил. Это вот самое главное. Так, давайте мы тут прокачаем на одну. Как раз тут 30 раунд. На 31, надеюсь... Да, мы должны накопить на обзяние чувства. Так, он тоже есть. Теперь она спокойно справляется с камуфляжем. Правда, проблема. Действительно большая проблема с фиолетовыми шарами. Это страшно. Так. Ну, пока что, если так смотреть... То, в принципе, это более-менее... Чуть прошли, но да ладно. Так, давайте тут очень быстрые выстрелы прокачаем. И надо будет на два еще вниз прокачать. Сейчас у нас тут 35 раунд будет. На 35 как раз и будем качать. Пока что купим деньги. Хоть как-то, знаете, наконец-то у нас начали копиться деньги. Сейчас, смотрите, что так много денег. Может, мы на Бенджмена накопим? Давайте накопим на Бенджамина. Это же нам столько пользы даст. Во! Наконец-то он у нас есть. И мы даже это можем прокачать. Теперь у него хоть какой-то радиус увеличенный. Еще зоркий глаз. Ай, ну нам пока не до зоркого глаза, я боюсь. Так. Давайте вот тут прокачиваем. Новый раунд. Все должно быть нормально. На 38 прокачаем ракетную установку. Потому что через 3 раунда у нас муап. А мне очень страшно. Так. Я же не прокачал на самом деле. Так. Все, идем. Немного страшные проблемы. Так что было. Счастье, бомбометатель тоже дополнительный урон наносит. Причем неплохой. Шпилькомет. Шпилькомет. Блин. Так. Вы давайте тут угрозу... Ну, грозу в лав. Прокачаем. Зоркий глаз тогда на следующем раунде. Хотя... Вы знаете, я бы вот сюда поставил подводника. И вот так увеличенная дальность ему сейчас. Опа. Подождите. Я бы ставил паузу при 0 хп. То есть это мы еще проиграть не успели? Если я сейчас вернусь. Мне интересно, как это будет работать. А, да. А я уже и вернуться не могу. Блин. И как? А так все хорошо шло ведь на самом деле. Ну, там было очень много шаров. И реально было очень тяжело уже нам справиться со всем этим. И, видимо, сейчас у меня будет вторая попытка. Вот мы и дошли снова до этого уровня. До этого раунда дурацкого. Я даже не знаю, как по-другому его назвать. В этот раз я поставил немного обзян с дуротиками по-другому. То есть, несмотря на вот эту вот гигантскую преграду, очень хорошо она стреляет. Вот, реально. Шпилькомет. Там же все-таки был обзян у мага. Я переставил. Тоже об этом на самом деле не жалею. Хп мы только потратили из-за раунда, где были камуфлированные шары. Я тогда еще обзяния магу не успел прокачать обзяние чувства, к сожалению. И поэтому давайте смотреть, что у нас сейчас получится. Я как раз бомбометатель немного побольше прокачал. Так, давайте тут мы прокачаем. Я не знаю, что мы... Подождите, давайте я ускорение лучше уберу. Так, пробили. Вот, давайте мы тут шпилька стрелы лучше прокачаем. Не, как по мне, мы не должны тут справиться. Так, надо что-то дополнительное. Так, чтобы нам действительно очень хорошо помогло. Надо думать. Надо думать. Это сложно. Блин, опять на сороковом раунде и опять проблема. Ну, как так? Если вот сюда смотреть. Ну, тут просто увеличивается дальность атаки. Что-то дополнительное. А если... Ну, давайте пробуем сюда шпилькомета поставить. Здесь он будет дополнительное клеем. И клей просачивает через все слои шаров. Мы как раз тут еще не успели прокачать ничего на этом раунде. Так. Теперь они в клею. И мы должны пройти. Так, подождите. Автостарт. Включаем. О, невероятно. Так, зоркий глаз. Хочу прокачать. Хочу также арбалет еще потом включать для этой обезьяны. Не очень, как по мне, тут выгодное положение. Потом эту штуку нам бы желательно, конечно же, продать. Не как просто снизьте. Вообще, на самом деле, такое ископаемое крутое. Нам за это миллионы должны заплатить. А не мы должны платить. Как это вообще работает? Ну, клеймечек не зря все-таки поставил. Нормально все он. Когда это? 42 раунд начнется. Этот раунд бесконечный, что ли? Вы посмотрите, он сих пор будет. Так. Арбалет. Теперь тут он и стрелять будет хорошо. Он и камуфляж теперь видит. В разы все лучше. А тут и камуфляж. Так, давайте тут шпилькострел. У нас новый раунд начался. Так. Опять живем. Но опять проблема. Вы посмотрите, у нас прям... Было очень опасно. И чтобы нам сделать так, чтобы обезопасить себя. Ой, может все-таки поставить его. Потом надо... Ну, наверх вкачаем, чтобы там ничего не... Он как-то уничтожал радиации, короче. Надеюсь, вы меня поняли. Так. Все, новый раунд. Погружение и поддержка. Атаковать. Так. Значит, надо еще раунда два, так минимум, продержаться. Чтобы все вкачать. Правда, очень сложно. Фух. Я как понимаю, что тут все видят. Если мы сделаем погружение и поддержку, то все будут видеть камуфляж. Давай, 46 раунд. Ну, пожалуйста. А деньги-то купятся. Посмотрите, это реально. Так, 46 раунд. А, ну тогда нам надо еще даже больше денег. На шартоневый реактор. О! Ой-ой-ой! Мне тут очень страшно стало. Мы справились! Так, шартоневый реактор есть. Теперь будем копить на удаление вот этой штуки. Оно реально, как по мне, бесполезно. Нам вообще еще банановые фирмы там нужны и всякие. Но мы уже 50 раундов без них прожили, как бы. Сейчас ставить их, мне кажется, уже не так будет результативно. Ну, все, возможно. Так. Вот что я думаю. Так, нам тут точно очень пригодится Абзена Ниндзя. С дополнительной липкой бомбой вот этой вот. Так, давайте тут прокачаем. 49 раунд. Следующая прокачка на 50. Как много шаров! Очень страшно. Так. Уничтожили. Меня очень радует. Когда будет 51 раунд? Пожалуйста. Первый раунд. Теперь нам еще надо. Давайте теперь 52. И так будем с каждым раундом делать. Так. Цветовая бомба. Ну, до липкой бомбы нам, конечно, надо еще довольно-таки большое количество денег. О, посмотрите! Тут они должны уничтожить. Так, давайте тут посмотрим. Точнее, как должны нас добить. А мне сейчас интересно, я успел там прокачать цветовую бомбу? Или да, или нет. О, посмотрите! То есть, раунд только начался. Давайте я лучше убийцу мауа прокачаю. Потом будем цветовую бомбу делать. Она должна наносить больше урона. Как раз таким мауауом. Я так думаю... Подождите. Заново. Попытка очередная. Я ее поставлю. Опять эту убийцу мауау. И сделаю направление, чтобы она била прочная. Прочная она как раз-таки будет бить эти муабы. А это нам и надо. Так, половина денег, да? Мы знаем, что у нас тут. Прочная. Все стоит. Так, пока все равно будет бить всех. Но сейчас вот... Фух, опасно. Реально было опасно, но мы справились. Так. У нас новый раунд. Мы можем острый сюрикен тут прокачать. Потому что до световой бомбы нам все равно еще... Копить и копить. А так хотя бы она будет хорошо справляться с шарами. Посмотрите, реально ведь хороший урон наносит. Еще убийца муаб. Очень классная. Так. Тут-то опасно тут было. Так, у нас новый раунд. Давайте отбликс вкачаем. И я бы хотел прокачать нам некроманта. Наверное, нам сейчас даже некромант будет нужнее. Потому что без него опасно. А так дополнительные шары, они будут как минимум мне давать спокойствие. Определенное такое, некое спокойствие. Так. Почти накопили. Все, есть. Теперь у нас эти шары. Дополнительный урон. Причем очень хороший. Ой, как я рываю. Они тут такой круг неплохой делают. Это очень классно. Меткий стрелок тоже очень классная прокачка. Теперь можем, наверное, со спокойной душой уже копить на световые бомбы. Правда, через раунд будет 60. И это тоже очень опасный такой раунд. Так. Ну, пока у нас все идет нормально. Так, сразу вот это делаем. Разбиваем. Во. А слушайте, ведь уничтожили. Используя дополнительный скилл нормально. Так, световая бомба есть. Теперь нам еще нужна липкая бомба. 4800. Требности все растут и растут. Ух. Опасно было. Реально опасно. А что ты еще скиллы не прокачивал? Не использовал. Так, сейчас полностью тут слежу. Полная концентрация. На него лучше сразу же это использовать. Используем еще, давайте, скилл этого Бенджамина. Он же дает дополнительные деньги и верхний слой снимает. Ого. Что это было? Что это такое? Я это не понял. Там столько шаров пролетало. Мы бы их точно бы не уничтожили. Так, а что нам думать? Что нам придумывать? 63 раунд. Как нам жить? Энерджайзер точно нет. Ну вот, блин, клей, это, конечно, тема. Я люблю вот так вот прокачивать. Клей действует намного дольше. Тоже хоть довольно-таки полезная прокачка, но мне нравится вот такая вот клеевая пропитка. Плюс давайте вот это попробуем сделать. Просто попробуем, посмотрим. Жалко, что я еще тут этот скилл Бенджамина завязал. И теперь у меня-то проблемы. Большие проблемы. Там опять много шаров. Опять бы мы с ними не справились. На самом деле. Ну как, как мне кажется, все равно на один слой мы там больше пробили. На один слой полезнее. Или может быть нам стоит 200 монет накопить? Ну, надо вообще посмотреть. Мы успеем накопить 200 монет? Успели! Миткий стрелок! Наш спаситель! А, угу, спаситель. Я такой внимательный! Блин! Наконец-то я снова дошел до этого раунда. На самом деле, много очень всего произошло за это время. Я много тактик менял, многое делал по-другому. И в этот раз я решил не ставить банановые фирмы. То есть, у меня в какой-то момент даже пошел период на то, что как бы весь фокус надо отдавать на них, чтобы больше зарабатывать. Но как бы потом я решил посмотреть, сколько они дают денег. И понял, что они не окупаются. А будут начинать окупаться где-то на 70-м раунде. И я понял, что как бы я лучше эти деньги вложу в обезьян. Что, собственно, я и сделал. Так, давайте автостарт включим. Тут прокачал ледяную обезьяну. Клеймётчик, он теперь получше будет. В этом раунде я еще ничего не успел вкачать. Ну, вкачать. То есть, если что, то может быть что-нибудь используем. Но на самом деле очень страшно. Очень страшно. Так, давайте тут убираю скорость. Ой, первая волна. Так. И что? Что-то как? Я на всех случаях использую, потому что скоро вторая волна пойдет. Да, так. Вторая волна тоже под этой штукой. Под скиллом Бенджамина. Как раз таки очень хорошо спасает. И что? Сейчас третья, да, еще будет? А вот третья это уже... А чем? Мы ее будем побеждать. Морозилка, пожалуйста. Очень опасно. Справились. Я в шоке. Как я много раз пытался справиться с этим раундом и ничего не выходило. Так, я бы хотел поставить нам сюда Обзину Ниндзя. И вот пока раунд не закончился, сейчас тут прокачаем. Будем ее на липкие бомбы вкачивать, чтобы она тоже справлялась с муабами лучше. Это все-таки одному бомбометателю тяжело. Так, новый раунд. Еще вкачиваем. Я в шоке, мы смогли. Просто я реально много раз уже пробовал. Несколько раз я тоже доходил до 63-го раунда. Уже, знаете, даже начинал запись, типа, говорить. Вот, все так хорошо, я снова дошел. Сейчас я точно пройду. И знаете чего? И не проходил. Вот именно на этом раунде я типа проигрывал. Я такой, да, как там? Все нормально шло. И именно этот раунд меня каждый раз... Издевался надо мной на этот раунд. Так, надо не забывать про скиллы Бенджамена. Все-таки дополнительные деньги, это очень хорошо. Единственное, что... Блин, на каком раунде следующая подстава? Я надеюсь, что 63-й раунд это последняя подстава. Я помню, что на 78-м где-то еще что-то вот опасное. Но пока вроде бы живем. Так, почти накопил на световую бомбу. Очень круто. Так, тут... Во, накопили. Как раз это... Новый раунд. 67-й. Тут, кстати, смотрите, какой снеговик прикольный. Это... Мне интересно, это он от кого? Это от клеймётчика или от ледяной обезьяны? Питомец. Его можно купить там за трофей, который вы получаете за Одиссею. Или выполняя определенные там задания. Прикольно на самом деле. Мне прямо нравится. Ну, еще за боссов его дают. Тоже прикольно. У меня есть еще, как я знаю, специальный бумеранг. Ну, как у обезьяны с бумерангом. Он такой, типа, карамельный. Может, потом вам покажу. Хочу вас купить там весь магазин, а потом посмотреть, что вообще у нас туда выходит. Так, нам тут надо еще накопить 3000 аж. Я надеюсь, что мы все успеем. Так. Скилл Бенджамина используем. Дополнительные деньги. И как бы... И у этих шаров на один слой меньше. То есть, для этого... Он очень хорош. Первый скилл я почти никогда не использую. Потому что для меня он в основном больше вреда несет. Может быть, они первое время будут усиленные, будут крутыми. Но ведь потом они несколько секунд будут просто АФКшить. Вот это мне, конечно, не очень нравится. Так, почти накопили на липкую бомбу. Правда, у нас обезьяны не идут довольно далеко. Наверное, надо было его поближе ставить. Чтобы он сразу же их кидал. Все, липкая бомба есть. Давайте, может быть, ее на прочную поставим. Хотя, как получится. Так. Только использовал его скилл. И как бы... Очень зря получилось. Сейчас, наверное, будем на шпилькомет еще копить. Это от снеговика такой звук появления. Он меня пугает постоянно. Я не знаю, от кого он это. Я недавно поставил ледяную обезьяну. Мне кажется, это от нее. Потому что до этого я уже ставил колеметчика. И никто там не появлялся. Ну, прикольно в любом случае. Прикольно, реально. Ну, и я как знаю, у меня вроде бы еще есть у обезьяни деревня. Такое мини-эльф. Мини-эльф обезьяны. Питомец. Тоже прикольный такой. Так, классно, что у них такие есть праздничные кастомизации. Пишите в комментариях, скупили ли вы уже весь там вот этот вот магазин и собираетесь ли вообще этим заниматься. Так. На форсаж практически накопили. Он нам очень сильно прыгается. Может быть не очень сильно, но знаете, пускай на всякий случай уж будет. Так, все, форсаж есть. Сейчас наша команда выглядит прям солидно. Я бы сказал. Так. А тут опасно? Ладно, нормально. Ой-ой-ой-ой. Что это тут такое? Что, новый проигрыш? Я не переживу. Я не переживу этого. Так, подождите. Ну, что у нас по скилу Бенджамина? Он еще так далеко в КД. Как жить? Что такое? Что такое? Так. Давайте пробуем усилить, я не знаю. Ну нет, это слишком. Это очень тяжело. Так, у меня есть еще одно предложение попробовать. Сделать вот так, вот так. Это мы все продаем. Вот это вот мы оставляем. И клеймечка. И давайте посмотрим в этот раз. Так. Мы прошли! Мы прошли этот раунд! Так, давайте я тут сразу же буду ставить. Всех на всякий случай. Так. Его один раз мы прокачиваем. Я в шоке! Так. Автостарт включен. И я... У меня речи пропало, если честно. 77-й раунд. Так, пожалуйста, справься. 78-й раунд. Так, я тут его еще поставлю. О! Пока нормально. Так. Мы можем еще по приколу вот этих просто поставить, чтобы дополнительный урон. Типа... Их ведь можно оставить, но не обязательно прокачивать. Мне на самом деле сейчас очень страшно. Осознавая то, что у нас совсем чуть-чуть осталось. Так, я не знаю, правильно ли я вообще сейчас использовали, нет? В любом случае, посмотрим. Справились! А там именно были эти камуфлированные шары. То есть мы именно с ними справились. Так, сейчас на 79-й уровень. Ой, раунд. Мне уже все... Все поехало в голове. Так. Тут пока пускай это... Стреляются, стреляются. Я тут буду ставить всех ПКД, чтобы лучше было. Так, давайте еще снайперов поставим. Типа ограничения нету. Есть только ограничения по прокачке. И это сейчас выглядит все очень эпично. Вы даже не представляете, что я сейчас чувствую. Это вообще... Так. Десятый раунд! Что и что? Снайперы чуть-чуть понастреливают. Спасибо большое. Мне кажется, он должен справиться. Обязательно с дротиками, пожалуйста. Так. Стреляет. Очень хорошо стреляет. Смотрите. Много уже урона нанесла. Так. Верхнюю оболочку пробили. Вот остались синие. Так. Давайте вот даже этот скилл используем. Прошли! Мы прошли! Ура! Я не верю. Обезьянная звезда это наша! Ура! Получено денег 10 тысяч. Шаров пробито 339 тысяч. Башина размещена 27. Использована способности 24. Ни одной сил не использована. Ни одной мгновенной обезьяны не использована. Вы понимаете, я уже думал все. Типа, это проигрыш, заново надо. Будет вот все стараться, все проделывать. Но из-за того, что я много раз обратно... Все. Все. У меня это... Уже слов нет. Обратно возвращался, опять перестраивал. И все-таки решил на обычную обезьяну с этими... с дротиками положиться. И она оправдала все мои ожидания. Это невероятно! Это очень круто! Я так рад! Это очень было сложно! Поэтому я буду надеяться, что вам понравилось это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А с вами был Диктофон. Всем удачи и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok